так все мы в эфире собственно всем привет поставьте пожалуйста в чате плюсы кто уже к нам присоединился так плюсов ты не видно подождем немножко так видно слышно так рад всех приветствовать сегодня у нас будет день открытых дверей посвященной специализации си плюс плюс пожалуйста также в чате поставьте единичку кто у нас первый раз вообще с отусом не знаком и двое кто уже как говорится бывалый посмотрим сколько нас так видно и так ну мы тогда потихоньку будем начинать собственно начну на раз карьерного слайда так ну и буду передавать слово тогда получается сергей он уже мне да ладно давай добрый день коллеги меня зовут сергей кольцов я один из руководителей курсов которыми мы сегодня вас знакомы наши дорогие коллеги из отуса собрали тут очень много всякой интересной статистики пользуюсь они для этого публично доступным ресурсом под названием head hunter поэтому в принципе статистику можно проверить если хотите но обычно она справедливая поэтому наверное не обязательно поехали эта статистика вообще в целом собственно фига мы показываем она объясняет в чем ценность профессии разработчик си плюс плюс на современном рынке труда вот собственно и в этом цель то есть как вы наверное знаете есть мнение что си плюс плюс там устаревший язык никому ненужный да кто вообще в двадцать первом году изучается и плюс плюс а вот мы пытаемся сказать что нет еще все-таки нужен конечно не миллионам там миллиардом вакансий но тем не менее есть итак первая строчь циферка 214 это вакансий на позицию разработчик си плюс плюс за один месяц месяца августа только в москве по россии к сожалению не намного больше то есть не в 100 не в тысячу раз всего лишь в три раза то есть 634 тоже только за один месяц только вот в августе поехали дальше предыдущие циферки были без опыта работы эти циферки 859 по москве и 2384 по россии это уже для разработчиков с опытом от одного до трех лет и давай еще одни циферки покажем 880 980 ну почти столько же справа даже чуть поменьше это с опытом от трех до шести лет еще раз повторюсь это только на момент августа то есть это не какие-то там общий набор вакансий за 25 последних лет это именно вот в срезе одного месяца так что кажется что не так много но и не так мало если знаешь о том что это месяц давай следующий слайд покажем анализ так сказать зарплатных предложений а можешь сделать его на полный экран не можешь это прям как-то ну ладно там скрин просто простите коллеги за на за этот скрин а ну ладно в принципе самое главное видно короче говоря как это делается берутся вакансии для людей опыт до года берется сравнение вакансии начального уровня специалиста ведущего специалиста и линейного руководителя то есть например требуется линейный руководитель но без опыта работы согласен бывает редко но бывает и после всего вот это вот head hunter предоставляется вот такой непонятные две оценки это диапазон и медиана то есть условно говоря если у вас опыта меньше одного года и вы хотите пойти на одну из вот этих вот позиции то диапазон ваших зарплат он вот так вот выглядит медиана выглядит вот так можете спросить меня зачем я вам это показываю ну вот с целью продемонстрировать ценности плюс-плюс на рынке труда еще раз повторюсь это для специалистов с маленьким опытом опыт до одного года давай посмотрим что не поинтереснее перед тем как мы посмотрим что нибудь поинтереснее вот такие вот требования заявляют компании работодатели к соискателям не самые высокие требования потому что ну опять же начальные до до одного года опыта то есть умение писать код в принципе и разбираться в чужом ходе в частности принцип объектно-ориентированного проектирования на это везде сейчас требуется опыт использования sdk и ddk а это любых типа библиотек короче опыт работы с библиотеками там фреймворками даже не указаны точно какие а если мы идем уже что-то промахнулся вернись назад если мы вернем идем уже на небольшое повышение то есть от одного до трех лет то медиана у нас возрастает значительно диапазон чуть-чуть расширяется в основном в правую сторону а здесь уже требования к соискателям нажми левую кнопку мыши пожалуйста спасибо опыт разработки игровых проектов но это просто тоже это тоже берется так типа средняя по больнице средний требование опыт разработки вообще любых проектов на си плюс плюс от одного года уверенное владение языком си плюс 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 опять же понимание принципов о п куда же без этого знание базовых алгоритмов и структур данных способность писать эффективный код хорошая алгоритмическая и математическая база вот это кстати требуется далеко не везде то есть далеко не везде надо самостоятельно там изобретать новые алгоритмы обладая прекрасными знаниями математики но иногда бывает там в геймдэй в каком там в обработке видео очень такое умение программировать на скриптовых языках это скорее плюс то есть если ты пишешь на си плюс плюс ты пишешь классный софт который работает быстро но пишешь ты его медленно поэтому в мире си плюс плюс реально приветствуется обладать навыками еще какого-нибудь быстренького языка с точки зрения разработки например для написания тестовых скриптов взял на питоне пару скриптов написал и пошел к сожалению поэтому не входит в нашу специализацию поэтому требуется но увы ну и технический английский как всегда и последний непонятный слайд на сегодня я надеюсь это зарплатные предложения от трех до шести лет та же самая непонятного способа посчитанная статистика но здесь медиана и диапазон уже уже достойны внимание любого человека здесь уже предъявляются требования гораздо сильнее и на самом деле требования уже специфичны то есть опять же есть такие средние по больнице например опыт проектирования разработки масштабных программных продуктов не менее трех лет что значит масштабный программный продукт не уточняется но по моей личной оценке я могу делать вывод что это типа проект в котором принимает участие там более пяти человек уже считается чем-то масштаб знание стандартов вообще всех включительно это прям приветствуется в мире си плюс плюс и мы будем уделять этому большое внимание отличное знание си плюс плюс можно будет получить на нашем курсе если если постараться знание алгоритмов умение проектировать гибкие расширяемые архитектурные решения об этом тоже поговорим и даже попрофилируем что-нибудь в коде это все непонятные слайды которые мы заготовили на сегодня и дальше будет чуть более понятно и чуть более интересно поэтому не переключайтесь что-то ты не туда пока не видно да видно где программа ну файк красиво давай ближе к программе вот хорошо наша специализация состоит из двух так сказать курсов ну или из двух ступеней первое это для тех кто хочет начать развиваться в сторону си плюс плюс то есть по результатам прохождения первой ступени вы становитесь достойным претендентом на позиции джуниор или стажер там в языке си плюс соответственно для кого данная ступенька предназначена в принципе мы стараемся адаптировать наш материал и есть основания полагать без ложной скромности что у нас это получается так вот мы стараемся адаптировать наш материал на очень разную аудиторию то есть не обязательно иметь опыт программирования на каком-то там другом языке стараемся объяснить все детали прям подробненько прям понятненько но разумеется так учиться сложновато то есть когда очень много информации тебя вываливается поэтому для того чтобы пройти так сказать комфортно эту ступень и желательны желателен опыт программирования хоть какой-нибудь там не знаю в университете на паскале школе на дельфи чуть-чуть такое а мы будем программу ступенки пера показывать или нибудь подробненько так прям а как пожелаешь ну хорошо давайте тогда сначала анонсирую вторую ступеньку а дальше оба ступеньки посмотрим подробно после прохождения первой ступеньки когда вы можете претендовать на позицию стажера там или джуниора хочется уже куда-то расти то есть казалось бы c++ язык уже знаем неплохо даже что-то можем на нем писать вопрос как теперь это делать более эффективно более профессионально ну или может быть даже более пафосно этому посвящен курс ну смысле вторая ступень нашего курса middle c++ разработчик этот курс предназначен для джуниор специалистов либо для middle специалистов которые немножечко не уверены в том что они действительно middle либо для senior специалистов которые хотят освежить свои знания то есть действительно программа за несколько лет запусков данного курса она постоянно адаптируется перерабатывается и смею полагать что она теперь достигла своего локального максимума в плане качества возможно мы ее еще лучше нет предела совершенства в данном курсе мы сосредоточимся в основном на всяких тонкостях и нюансах то есть вот на вторую ступеньку прийти уже без опыта программирования и да и без опыта разработки на c++ но почти что бесполезно потому что будет тяжело это курс именно на c++ заточенный под тех кто знает c++ в этом курсе мы рассказываем как правильно применять c++ гораздо больше нежели чем учим самому языку и того еще раз на первой ступенечке мы изучаем c++ до уверенного уровня использования на втором на второй ступеньке мы изучаем как им пользоваться грамотно правильно профессионально вот такие две ступень покажем программа буквально момент это первая ступень первая ступень первый модуль введения язык c++ ну как вы видите у нас несколько модулей все довольно традиционно первое вводное занятие ну там болтология на тему как бы мучиться в какое время занятия короче не очень интересно на втором занятии собираем свой hello world первые в мире если вдруг вы до этого никогда не собирали ничего на языке c++ обсуждаем вообще принципе вопросы как собрать почему не собирается что такой компилятор почему выдают ошибки как запустить то что собрал далее изучаем базовый синтаксис языка то есть как вообще что-нибудь написать на c++ после чего переходим к разделу функций модульности и линковки изучаем всякие там инклуды единицы трансляции и прочие странные слова делаем довольно большой упор на семейк причем сразу не от начала прямо сразу от начала курса и вот на шестом занятии более подробно погружаемся в эту систему сборки отдельный вебинар предназначен для ответов на вопросы почему потому что ну действительно к этому моменту скапливается большое количество вопросов каких-то тонкостей непоняток тем не менее мы активно общаемся в ходе всего курса с аудиторией через наши слаг каналы через почту там иногда и через общение в самостоятельных работ едем дальше дальше мы изучаем классы структура тут все довольно классически то есть пытаемся понять зачем нам структуры и классы нужны как пользоваться полиморфизмом после чего переходим к постижению тонкости шаблонов и дальше обсуждаем все что не не влезло в эти три вебинар далее постигаем дзен юнит тестирования почему важно сразу же понять что такое юнит тестирования как его делать и вообще и зачем все это нужно да просто для того чтобы понять а каков критерий правильности того что ты делаешь то есть работает ли то а я приложу х или или не работа и плюс навык юнит тестирования он очень ценен у новичков то есть прям вот если какой-нибудь стажер или джуниор узнает что такое юнит тест и умеет его писать то прям с руками оторвут даже если опыта нет в четвертом модуле изучаем стандартную библиотеку тоже очень стандартное требование ко всем кандидатам знания стандартной библиотеки хотя бы базовая там может быть не обязательно углублено это требование родилось не зря потому что стандартная библиотека c++ действительно полезная она не очень большая но действительно полезно поэтому не только для собеседования пригождаются эти знания но еще и для просто работы на языке себе путь пятый модуль посвящен работе со сторонними библиотеками почему потому что умение пользоваться библиотеками это тоже клевый навык вы таким образом экономить огромное количество своих усилий и работодатели это тоже ценят и в своей работе это тоже пригождается далее шестой модуль языке очень много разных тонкостей мы выбрали самые важные и решили поговорить в шестом модуле про исключения зачем они нам нужны более подробно про семантику перемещения зачем она нам нужна и про всякие тонкости работы с динамической памятью там умные указатели борьба с утечками фрагментации и прочие интересные вещи в седьмом модуле мы будем разбирать много по точку сразу скажу не очень прям глубоко потому что курс все-таки для начинающих мы здесь постигнем базовое достигнем базового понимания зачем вообще процессоре больше одного ядра как вообще можно этими ядрами пользоваться к чему это приводит каким проблемам и как их решать и закончим эту ступеньку традиционным проектным модулем на котором но это уже такие организационные вебинар чеки на котором каждый желающий но вообще мы стараемся мотивировать всех но на самом деле не все успевают это делать поэтому каждый желающий то есть не обязательно прям карт сделает некий проект в котором сможет реализовать себя на полную катушку и применить все полученные навыки приложение то есть каждый слушатель выбирает для себя тему проекта самостоятельно если никаких идей нет мы конечно не подскажем но своя идея она обычно более более интересна цель проекта это закрепить полученные навыки время на проект аж целый месяц в течение этого месяца можно продолжать общаться с другими слушателями с преподавателя можно сдавать самостоятельные работы то есть необязательно заниматься исключительно проект поэтому это тоже очень важный учебный модуль так там вопросиков с не налетело в чат случайно я чё-то чат не могу открыть чё-то странно пока молчит значит очень понятно расскажу так ну что ко второй тогда части перейдем да пойдем ко вторым вторая часть это вот та самая вторая ступенька которая для миддл может быть даже для сеньоров или для джуниоров которые уже чувствуют что вырастают немножечко из своей позиции здесь мы с вами изучаем сначала современный язык си плюс плюс то есть пройдемся по всем стандартам 11 14 17 20 по всем пройдемся поймем зачем они вообще нужны как ими пользоваться какие там интересности появляются отдельно остановимся на таких вещах как реализация умных указателей пятая тема идея локаторов шестая тема и шаблонная магия седьмая тема это довольно важные вопросы которые на наш взгляд возможно и бизнес неплохо освещены в литературе но тем не менее стоит акцентировать внимание на некоторые тонкие моменты во втором модуле когда мы вроде бы как бы все вспомнили си плюс плюс если вдруг забыли одну минуту у нас вопрос вроде даже есть так вопрос в чем разница между специализацией и отдельными курсами си плюс плюс разработчик базовый профессионал это вот наверное ты лучше меня расскажешь в чем разница смотрите здесь касаемо специализация во первых это комплексная история да то есть она идет непрерывно плюс здесь у нас также присутствует персональный ментор который вас ведет по ходу курса то есть здесь получается больше внимания да то есть на данному вопросу и она прям вот цельная от ноля до медла то есть этот путь вы идете непрерывно ну и финансово выгодней будем говорить прямо да в основном на последнее преимущество потому что вот прямо от нуля до медла это может быть даже тяжеловато то есть то что вот он идет подряд это можно воспринимать как достоинство так и небольшой недостаток все таки на втором модуле мы будем изучать архитектуру то есть как раз вот то самое требование к сеньорам которое было на слайде про карьеру если вдруг у кого-то из присутствующих есть фотографическая память то есть как заархитектурить приложение чтобы оно было жизнестойким жизнеспособным здесь очень много всего мы изучим принципы проектирования программного обеспечения всякие практики кучу разных шаблонов мы познакомимся со стандартной библиотекой уже вот немножечко с другой точки зрения с точки зрения архитектуры своего приложения с той же самой точки зрения архитектуры мы погрузимся в библиотеку boost и еще у нас тут два бонусных занятия которые когда-то были бонусными а вот с тех пор остались навсегда дополнительные темы про красно-черные деревья и хэш-функции и хэш-таблиц всем очень нравится слушать эти темы поэтому мы все никак не уберем эти бонусы в третьем модуле параллельные вычисления это опять многопоточка но теперь более глубоко чем на первой ступеньке то есть теперь мы уже не обсуждаем почему следует использовать несколько потоков и какие от этого плюсы а теперь мы изучаем как из этого выжать максимальную мощь как из этого выжать максимальное производить плюс знакомься с разными техниками работы с многопоточностью например асинхронное программирование lock-free data structure и атомарные типы данных имеется в виду модель памяти языка с плюс путь на четвертом модуле мы продолжаем расширять границы пространства то есть мы вышли на третьем модуле из одного потока в несколько потоков а в сетевом модуле мы выходим из сколпа одного компьютера в сколп сети компьютеров и соответственно знакомимся с сетевым программированием на языке си плюс плюс тут к сожалению все немного грустно то есть нам там в двадцать третьем плюс стандарте вроде как обещают сетевую библиотеку но по факту так до сих пор и там и нету поэтому мы посмотрим сторонние решения сторонние библиотеки на которых можно реализовать сетевое взаимодействие эти самые сторонние библиотеки предоставят нам довольно высокий уровень абстракции а за счет высокого уровня абстракции нам там и погружаться то не получится поэтому всего два занятия про сеть но их обычно хватает с головой в пятом модуле мы с вами познакомимся с большим количеством разных систем хранения данных в современном мире очень принято хранить данные поэтому мы изучим реляционные системы управления базами данных конечно не станем админами по mysq мы их изучим с точки зрения c++ программиста то есть как с ними работать какие есть особенности что стоит учитывать далее но у скуэль без но у скуэль никуда далее map reduce map reduce это немножечко старенькая но в смысле не вчера придуманная техника но еще вполне себе актуально и закончим object relational mapping системами которые предоставляют высокий уровень абстракции при работе с базами данных последний модуль мы не могли обойти стороной машинное обучение как самая пафосная самая желанная и самая рекламируемая в современном мире айти вообще штуковина и более того в машинном обучении c++ нашел для себя огромную нишу применения то есть все сейчас существующие ну ладно не буду говорить все потому что может быть есть какая нибудь которая не укладывается в этот в это утверждение большинство существующих всяких фреймворков и решений касательно машинного обучения они внутри написаны либо на си либо на си плюс почему потому что быстро производительный эффективный класс до снаружи это обычно python но внутри этой ситуации поэтому в машинном обучении язык получил такое большое пространство для применения и может быть даже для развития обсудим это на двух вебинарах и под конец этой ступеньки совершенно аналогично предыдущей ступеньки нас снова ждет проект история такая же то есть снова месяц на проект снова тема выбирает каждый слушатель для себя ту которая ему интересно если вдруг не знает что выбрать мы ему помогаем опять в течение месяца можно общаться с преподавателями можно задавать вопросы доделывают самостоятельные работы короче это снова повторюсь полноценный рабочий месяц кажется я рассказал все что мог тогда вернемся к вопросам они у нас еще появились до они видны чат поэтому я не могу его открыть буквально минуту могут быть проблемы с формулировками поскольку вопросы поступают ну так начнем по порядку как глубоко изучается stl на первой ступени я смогу написать собственный итератор после прохождения первой ступени собственный итератор да легко это не так сложно более того вы сможете собственный контейнер реализовать ну вот если так считать то это голубая повода так далее какие требования для обучения на первой ступени нужно ли знать linux гид и тому подобное куда выкладывать домашнее задание выкладываем домашнее задание мы в гид но это вовсе не означает что надо знать гид там мы пользуемся действительно там тремя командами из этого гита и даже если вы ни разу в жизни не пользовались гитом уж набрать три команды это все смогут хотя бы с третьего раза с точки зрения операционной системы ограничений нету у нас приходят слушатели которые сразу же на linux сидят приходят те кто на винде им более привычно мы стараемся в самом начале курса организовать окружение с использованием семейка который позволяет отвязать студента вот операционной системы то есть неважно на какой операционке вы будете выполнять домашние задания так что требования знания linux нету на какой операционке вам удобнее на такое работать тем не менее преподаватели могут помочь настроить любое окружение если интересно еще и с linux познакомиться то можно сделать так и так следующий вопрос какие айдеи разбираются на курсе опять же прям так вот подробно среды разработки мы не разбираем потому что но особого смысла нет и времени тратить не хочется мы демонстрируем вот так буквально в течение десяти-пятнадцати минут три штуки visual studio ms но вижу studio под силой и и и eclipse кажется забыл но неважно короче 4 штуки показываем объясняем более-менее в чем их отличие но на самом деле они очень похожи по функциональности то есть они все делают одно и то же открывают проект и запускают сбор поэтому по большому счету слушатели выбирают так чисто вот какая больше нравится внешне а дальше есть замечательные туториалы но либо преподаватели опять же могут помочь настроить подсказать и следующий вопрос разбирается ли сборка библиотек из исходников работа с файлами работа с базами данных в первой ступени месяц в целом то есть тут указано про первую ступень в первой ступени разбирается тема сборки библиотек из исходников и даже такой вебинар даже немножечко забавно то что он сегодня вас и пожалуй все ну то есть там 1 то вебинара обычно хватает плюс еще разбираем пакетный менеджер тоже в первой ступени во второй ступени разбираем опять пакетные менеджеры для тех кто вдруг на первой ступени проспал ну или просто не ходит сторонние библиотеки прям сборку уже считаем что вы умеете это делать есть ли есть какие нюансы например когда к бусту подходим то вот сборку буста обсуждаем дополнительно и следующий вопрос разбираются ли такие темы как семантика перемещение копирования лямбда атомик и если разбирается то на каком уровне на на с первой ступени мы разбираем но нет разбираем здесь неправильное слово на первой ступени мы даем понимание что такое семантика перемещения зачем нужны атомики вообще в принципе то есть что они дают не углубляясь в детали то есть не давая ну так сказать полный картин чисто со стороны использования на основной на второй ступени уже детально разбираем как это работает когда это стоит применять когда не стоит какие бывают проблемы вот так так и следующий вопрос сеть разбирается фундаментально сокетов или сразу прыгаем в готовую библиотеку сразу прыгаем в готовую библиотеку но при этом на уровень сокетов можем можем работать с уровнем соки то есть мы дадим понимание того что такое соки на самом деле это не такая сложная абстракция хотя возможно кто-нибудь со мной не согласится сокет можно воспринимать просто как точку подключения к вашему процессу и все то есть даже вот того что я сейчас сказал достаточно для для работы поэтому нет сеть мы не разбираем прям фундаментально мы не будем рассматривать там всякие протоколы уровня mac там или айпи мы будем рассматривать вот именно прикладную сторону то есть как с использованием сторонних библиотек собрать сетевой сетевое приложение на c++ и следующий вопрос будет ли qt и если да то какие модули qt не очень не рассматриваем у нас в курсе вообще ну даже нет никакого красивого объяснения почему просто некуда и так получается очень много всего я понимаю что qt очень популярная библиотека возможно когда-нибудь мы даже добавим но пока просто нет ни там ни там ни в первой ступени и во второй и крайний вопрос из пока вот действующих какие преподаватели будут на курсе а мы можем сейчас показать наш красивый список так а сейчас буквально минуту да конечно вот я думаю если их назову просто по именам это будет не очень знаково так вот здесь вот у нас большое количество разных преподавать но их тут больше чем надо честно говоря потому что тут еще и те кто ну немножечко в отпуске там те кто не будет участвовать в этих запусках давай теперь пойдем по именам значит кто у нас будет нас будет павел филонов второй столбец первая строка у нас будет александр ключев вторая строка второй столбец у нас будет михаил лицарев третий столбец первые строка а у нас будет сергей кольцов это я и чуть ли не все а вот еще анатолий махаев да спасибо что ты стрелочку поставил а то чуть не забыл своего коллегу упомянуть вот так вот так вообще у нас преподавательский состав сами видите довольно большой так что может и андрей иванов к нам заглянуть подменить там или рассказать про свою любимую тему он очень хорошо рассказывает про проектировать все преподаватели ну по крайней мере в этом запуске они опытные то есть у каждого там как минимум 1 2 запуска курсов есть пока никаких там новичков как называется неопытных кашляющих не планируется так и еще один вопрос какая поддержка студентов есть на специализации как осуществляются ответы на вопросы решения возникших проблем с домашними заданиями есть у нас такая позиция называется ментор у каждого слушателя есть возможность раз в неделю сходить к этому ментору и вот так вот как мы сейчас с вами общаемся вот так вот пообщаться то есть там шаринг экрана микрофон видеокамера если есть необходимо обычно этого хватает с головой то есть очень многие студенты даже не пользуются этой возможности то есть каждый день к ментору не ходят вот так вот решаются вопросы если вдруг не знаю там стесняетесь лично общаться по видеосвязи точно так же можно общаться через слаг опять же с тем же ментором или с любыми другими преподавателями преподаватели даст писать можно круглосуточно ну соответственно преподаватели как проснется так и ответить важно сообщать о своих проблемах если они есть и важно доносить свои потребности если они есть потому что если ну там условно говоря на вебинар не пришло ни одного негативного отзыва мы по умолчанию считаем что все хорошо и все понятно если вы зададите вопрос то вы получите ответ если не зададите то соответственно мы не догадаемся начать что-то там дополнительно объяснять есть еще раз все вопросы решаются быстро оперативно в индивидуальном режиме приглашаем вас пользоваться этой возможностью пока что у нас вроде бы новых вопросов не появилось насколько я вижу да пока что нету окей ног дождем минуточку что они зажги еще какой-нибудь прохит все компании партнера ну давайте покажем видно красивый большой слайд у нас все запланировано время на все эти вопросы типа там можно ли перейти в другую группу там что делать если заболел это вроде пока не задавали такие нюансы мы если что как говорится можем ответить то есть если подобные вопросы уже касаемо взаимодействия с компанией да там и таким моментом вы смело можете писать персонального менеджера с кем ведете общение из нашей компании мы сориентируем поможем так вот вот вопрос еще у нас есть как утверждение то есть скорее слаг тормозит на слабых каналах связи если альтернативные способы видеосвязи с ментором с ментором связь не через слайка через ум через ум да слаг действительно тормознутый и согласен но он очень удобный то есть он удобный за счет того что в нем можно удобно организовывать разные обсуждения но тем не менее общаемся мы через ум это более стабильная система она менее менее требовательна качестве связи и вот я на прошлой неделе даже когда у меня домашний роутер приказал до долго жить я через ум умудрился провести вебинар просто с мобильника ну то есть раздавая мобильника весьма хреновую связь так и еще вопрос насколько востребованы на рынке труда программисты си плюс плюс без сильного физмат а физмат бэкграунда зависит вообще сильный вот то что вы назвали физмат бэкграунд он редко реально нужен ну хотя не знаю может вам так повезет в жизни что вы только в такие компании будете ходить и будете считать что он всегда нужен но на самом деле человечество же она идет вперед с семимильными шагами почему потому что умеет пользоваться результатами предыдущих поколений поэтому на текущий момент редко возникает реальная необходимость выдумывать там какой-нибудь алгоритм там или рассчитывать какие-нибудь там интегралы в уме подавляющее большинство подобного рода потребности они покрываются сторонними библиотеками да может быть даже стандартные библиотеки так что да бывает применение там не знаю там если в google поиск захотите пойти поработать ну вот там наверное придется алгоритмические задачки по поизучать а если что-нибудь такое не особо требующее прямо вот математики вот даже машинное обучение все думают что специалисты по машинному обучению знают математику они знают какую кнопку нажать в питоне чтобы посчитать большей части так что нет мой ответ в этом нет особо необходимости но тем не менее это востребовано то есть если у вас есть такой жесткий математический бэкграунд то вы можете вот в специфических направлениях там за в компаниях в которых важна алгоритм и к там какие-нибудь шифрования там еще очень такой найти себя довольно легко так но на данный момент пока вопросы закончились кстати один такой интересный факт все вопросы озвучены были одним человеком рамиль очень благодарим за вопросы в первую очередь то что я думаю на данные вопросы ответы смогли получить все но задавал их просто один оратор так ну что подождем немного еще вопросов ну и также заранее если у вас еще так скажем вы еще не зарегистрировались да то есть не оставляли заявку с вами еще если не связывался менеджер по поводу данной специализации я направляю свою почту если что можете сразу писать напрямую вопрос пока не подоспел собственно если нам еще что рассказать я чуть не все рассказал до вруда вроде тоже вроде как бы все но сейчас немного подождем касаемо вопросов может быть еще что-то у нас будет если вопросов нету просто проставьте прочерк в чате мы поймем что вроде бы все отвечено а а а Так, ну, в чате вроде бы пока прочерки. О, нет, вопрос все-таки есть. И опять же от Рамиля. Работа с памятью разбирается на курсе в плане указателей стэка, библиотек, работы ОСССР? Работа с памятью. Работа с памятью. На уровне операционной системы мы не будем погружаться, то есть всякие там ТЛБ, таблички или системы виртуализации памяти нет. Может быть, иногда будем обсуждать это на курсе второй ступени, но в рамках неофициальной части или дискурса. Так что работа с памятью на первой ступени очень простая. New Delict, Unique Pointer, Shed Pointer. На второй ступени, ну, пожалуй, тоже. Единственное, что модель памяти C++ с точки зрения многоботочки. И еще аллокатор мы с вами изучим. Пожалуй, и все. То есть в C++ не такая уж сложная работа с памятью. Там таких серьезных деталей особо нет, если не выходить уже за рамки языка в сторону изучения архитектуры операционной системы. И уточнение. RE-формат хотя бы поверхностно будет? Понял. RE – это чего? Или PE. PE-формат? А, это формат исполняемых файлов, что ли? Нет, не будем изучать ничего с операционных систем специфичных. То есть… А, я понял. Короче, нет. Погружаться в детали такого рода не будем. Мы посмотрим разделяемые библиотеки, то есть мы посмотрим статические, динамические библиотеки и на этом ограничивающие. Так, ну, опять же, если вопросов не осталось, поставьте, пожалуйста, прочерк. Если вопросы еще все-таки есть, то поставьте, пожалуйста, плюс. И потом уже напишите вопрос. Так. Вопрос. Так. Получается, у нас SMFL из исходников смогу ли собрать? Еще раз повторяю, что собрать? SMFL из исходников. Так, ни разу в жизни не пытался ее собирать, честно говоря. Поэтому обещать не могу. Но основные принципы сборки библиотеки из исходников мы с вами рассмотрим. То есть, CMake, как собирать CMake, как собирать всякими AltaTools, как собирать Bazel, ну, и, кажется, ну, еще Conan, но совсем чуть-чуть. Так что, я думаю, мы покроем большую часть потребностей всяких там систем сборки и способов. Ну, а дальше уже, пользуясь readme к проекту, можно собрать тот или иной. А, тут идет уточнение, что это графическая библиотека. Ну, да, я уже загуглил на самом деле, но, повторюсь, ни разу не собирал ее руками. Так что, не могу прям гарантировать, что после этого курса она у вас тут же соберет. По крайней мере, вы получите понимание того, что для этого надо сделать и почему она не собирается. То есть, что означают те или иные ошибки. Ну, пока у нас пауза. Вопрос. Альтернатива C++, язык Go, например, насколько более перспективный? Я вам так скажу. Сколько существует язык C++, столько существуют более перспективные языки. Но только они не выживают, а C++ все еще с нами. Сейчас основной, так сказать, конкурент очередной C++, это, пожалуй, Rust. Ну, вроде да, ему порочит там великую судьбу. Ну, может быть, он даже убьет C++. Но не стоит забывать, что говорили то же самое про C-sharp. Говорили то же самое про Java. Да, Java, конечно, потеснил C++, но не убил его. Порой я слышал такое же мнение даже про Python. Так что... Несмотря на то, что я пафосно заявил, что человечество движется семимильными шагами, тем не менее, есть такая реакционность или консервативность. Очень большое количество кода написано на C++, от него никуда не деться. Поэтому, ну, минимум лет на 20, а то и 40 работы на C++ еще хватит. Тем не менее, если вы реально хотите заниматься там чем-нибудь новым, есть категория людей, которые любят быть на острие технологий, там разбираться там в самых-самых-самых последних достижениях, тогда, конечно, лучше предпочесть что-нибудь какой-нибудь готам или раст, тогда будете вариться вот в этой системе новомодности и всяких там новых трендов. C++ это больше для любителей старины, консерваторов. И вот как раз по этой же теме еще вопрос. Не видим ли мы закат C++ в связи с многоботочными нововведениями C17 и C20? А, многочисленными. А почему закат? Наоборот, рассвет, раз много изменений. Язык очень сильно развивается. Очень многие вещи приходят из других языков. То есть мы видим, что C++ становится вообще другим. Но C++ имеет огромное преимущество вот исторически, то есть именно то, в чем он был всегда хорош. У C++ лучшее метапрограммирование вообще во всем, во всей разработке. То есть ни один другой язык не предоставляет вам таких возможностей. С другой стороны, вы можете сказать, а нафига нужно это метапрограммирование вырвеглазное, которое, да, позволяет кучу возможностей, но потом не хочется этим пользоваться. Вот тем не менее, предоставляет. Плюс по производительности его пока еще мало кто обходит. Ну, кроме C, вот раз, там уже преследует, уже, может, уже даже обогнал в каких-то местах. Так что нет, закат C++ это вряд ли. Ну, либо такой медленный-медленный, так вот лет на 20 еще закатик. Ну, и еще один вопрос, достаточно веселый, адресован непосредственно вам. А вы сами работаете-то с C и C++? Да, я как раз представитель консерваторов. То есть я вот реально вот как начал с языка C++, так вот и до сих пор тружусь исключительно на C++. Единственное, что повелся на модный Python, там, и тоже его освоил, и периодически пишу всякие скриптики тестовые на рабочие. Но, тем не менее, основной язык вот уже более 10 лет остается C++. Ну, пока у нас момент паузы. Опять же, если вопросов более нет, поставьте, пожалуйста, минус. Если есть, то плюсы напишите. И, кстати, вот другие преподаватели, у нас тоже такой вот коллектив подобрался довольно интересный, все сидят и пишут на плюсах. Один там, правда, хвалился, что хотел уйти как раз в раз, но, кажется, так и не ушел. То есть до сих пор на плюсах пишут. Так, ага, и вот еще один вопрос. Сколько времени нужно будет уделять обучению вместе с домашними заданиями в неделю? Ну, примерно. Очень сложный вопрос, потому что очень сильно зависит от бэкграунда, от вашего умения сосредоточиться и решать проблемы, если они появляются. Но, тем не менее, я понимаю его смысл. Я бы сам наверняка задал его, если бы я был по ту сторону нашего митинга. Мы говорим так. Требуется в среднем 4 часа на домашке, только на домашке, в неделю. И 4 часа на вебинары. Итого 8 часов. И плюс-минус это действительно так. Во всяком случае, меня никто не материт после того, как я это говорю в конце курса. Типа, никто не говорит, а, Сергей, вы говорили 8, и я тратил 3 или 16. Но, опять же, очень сильно зависит от личности. Бывает, что сядешь и за 15 минут решишь простую задачу, потому что реально сосредоточился. Молодец. Бывает, что задачу уже решал раньше, так вообще времени не займет. А бывает, уперся, ну и не понимаешь, куда тебе идти. Там день, два, три, пытаешься понять. Вот до такого рекомендую не доводить, а все-таки связываться с преподавателями и просить помощи. Тогда все будет легко, гладко и просто. Так, вроде пока пауза. Возможно, затишье перед бурей. Возможно. Ну, я так понимаю, у нас еще законных 6 минут. Так что можем подождать. Вот вопрос. Есть ли дедлайны по домашним заданиям? Если я по буднему работаю, ADZ смогу сделать на выходных? Так, вот, стоит подождать и сразу вопросики появляются. Дедлайнов у нас, как таковых, нету. Почему? Потому что все люди взрослые, там у кого-то дети, у кого-то работа. Поэтому просто как-то, не знаю, не солидно требовать от взрослых дядек и тетек выполнять какие-то там домашние задания в какие-то там сроки. Есть вежливая просьба не затягивать и сдавать самостоятельные работы в течение двух недель. Две недели. То есть это очень комфортные дедлайны. Просто исходя из опыта. Потому что если вы, услышав, что нет дедлайнов, решите отложить все домашки на потом, то будет потом мало шансов успеть. Так что нет, дедлайнов нет. Просто есть рекомендация в течение двух недель выполнять задания. Этого выше крыши хватает. Ну и вопрос, какое время начало и окончание вебинаров? Начало 8. Как всегда. Начало 8 вечера по Москве. А окончание, ну как пойдет. Обычно у нас, ну в смысле обычно, мы обещаем полуторачасовые вебинары. Поэтому мы очень сильно стараемся, все преподаватели стараются этого придерживаться. Держиваться весь материал, который заложим в занятия, в программе, так сказать, обещан, рассказать за полтора часа. Но очень часто возникают какие-то дополнительные вопросы. Хочется показать еще какой-нибудь дополнительный пример. Короче, обычно мы сидим часика по два. Но вот этот вот оставшийся получасовой период, он уже такой, по желанию. То есть, в принципе, можно насытиться знаниями и отключиться. Или посмотреть потом в записи. Ну и следующий вопрос я на него отвечу. Касаемо самой специализации, что, да, именно так, менторы есть только на специализации. Так, вроде бы пока все. А вот не все, не все. Паттерны рассматриваются и какие? Все. Паттерны очень любят программисты. Очень прям любят. И слушать студенты, и объяснять преподавателей. Прямо мы иногда деремся за эти вебинары по паттернам. Поэтому у нас аж целых четыре вебинара про паттерны «Банда четырех». Плюс еще два вебинара про паттерны. Один вебинар про паттерны «Многопоточности». И еще один вебинар про паттерны «Грасп». Паттерны проектирования. Не совсем паттерны, но похожие. В общем, паттерны все очень любят. Да, еще был вопрос, какие. Ну, вот почти все «Банда четырех» мы там рассматриваем. Кроме совсем уж специфических. Просто, чтобы в тайминг влезть. Так, все. Так, Рамиль, благодарить за ответы. Вопросов более нету. Вам спасибо за вопрос. Да, ну, в принципе, если вопросов нету, то тогда мы будем потихоньку прощаться. Если что, почта в чате указана. Если остались какие-то моменты, вопросы или хотите обсудить условия, да, то есть по самой специализации, если вы физическое лицо, тогда пишите непосредственно вот на этот адрес. Сразу отвечу на все вопросы. Собственно, все. Спасибо, коллеги. Да, всем спасибо. Всем прекрасного пятничного вечера. До свидания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok